Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Смотрите выпуски. Такая простая буква «ы», но только не для африканца. Тонкость изучения русского языка, как иностранного. По две тренировки в день и четыре контрольных матча. Футбольный Ростов начал заключительный сбор в Испании. Пока не лидеры, но желание есть. Единственный хоккейный студенческий клуб области готовится к матчам. Гибель группы Дятлова продолжат расследовать, а у ростовского режиссера уже есть своя документальная версия трагедии. Реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства обсудили на встрече губернатора с руководством Газпромбанка. Этот банк входит в тройку крупнейших в России по основным показателям, а в Центральной и Восточной Европе на третьем месте по размеру собственного капитала. Василий Голубев обратил внимание на возможность Газпромбанка включиться в реализацию проекта по строительству обхода «Оксая». Больше половины 65-километровой трассы построят заново. Принципиальное значение метода 35,5 километров, при том, что существующая часть дороги практически в полном объеме существующая М4 приведена в порядок. Это означает, что мы альтернативную дорогу сохраняем. Газпромбанк специализируется на транспортной теме и вопрос будет проработан, ответила вице-президент Наталья Третьяк и рассказала об успешном опыте строительства школ на основе ГЧП и других проектах банка в социальной сфере. В обслуживании банка находится порядка 45 тысяч учреждений, примерно 150 учреждений – это учреждения образования. Наиболее распространенный и известный продукт, который мы предлагаем, это кампусный продукт. Это предполагается не только универсальный платежный инструмент, но и инструмент, который позволяет учитывать дополнительные сервисы. Василий Головев отметил важность этой работы и поручил министерствам и ведомствам изучить предложения банка. Снегопад с морозом или сухая оттепель – федеральные трассы Ростовской области под круглосуточным наблюдением дорожных служб. Мониторинг дорог в режиме онлайн позволяет дорожникам экстренно реагировать на любые погодные изменения. И сейчас, например, пока нет заносов, готовятся к весне. Снега и морозов дорожники ждали. Федеральное управление автомагистрали Москва-Волгоград еще с 1 ноября перешло на работу в круглосуточном режиме. Больше 100 единиц спецтехники обслуживают автотрассы А-135, А-260 и А-270, а также А-280 Ростов-Таганрог. Постоянный мониторинг позволяет избежать критических заторов и ЧП. Вдоль дорог установлены системы спутникового и видеонаблюдения с интервалом 40-50 километров, не более. И дежурный в круглосуточном режиме отслеживает состояние дорожного полотна и, соответственно, координирует работу дорожной техники. В круглосуточном режиме работают порядка 30 машин КДМ. Это комбинированная дорожная техника, бульдозеры и грейдеры. Помощь водителям дорожниками заготовлено 17 тысяч тонн противогололедного материала. Это смесь песка и соли. И только за январь предприятие израсходовало 6 тысяч тонн такой смеси. Для уверенности в декабре месяце было закуплено резервные единицы техники в количестве 10 КДМ на базе автомобиля МАЗ 20-тонника. Она выполняет работы по содержанию дорог, по снегоочистке. Это плужным оборудованием, сощеточным оборудованием и пескоразбрасывающим оборудованием. Сейчас погодные условия на юге области снегоуборочных работ не требуют. Скорее, способствуют подготовке трасс к весенне-летнему периоду. Дорожники проводят механическую чистку дорог, моют барьерные ограждения и дорожные знаки. Работать в круглосуточном режиме они будут до конца марта. Оксана Мельничук, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Крупный спортивно-зрелищный комплекс планируется построить в Ростове на бульваре Комарова. На реализацию проекта обсудили на совещании под руководством губернатора. На двух с половиной гектарах земли должны вырасти несколько объектов. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта, с трибунами на 2000 мест, фитнес-центр, бассейн, ледовая арена и футбольные поля. Это должен быть такой образовательно-спортивный кластер, да, можно так сказать. Общая площадь какая получается у всех участков? Порядка 8 гектаров. Порядка 8 гектаров. В центре вот этих микрорайонов, потому что здесь, я видел, что и с этой стороны, и с другой стороны, у нас реально реализована уже сплошная застройка. То есть там крупные микрорайоны, которых вот таких объектов, очевидно, не хватает. Земля, на которой планируется строительство, в собственности региона. Василий Голубев поручил проработать вопросы возможности предоставления этого участка для реализации проекта по областному закону о крупных инвестпроектах. Добавлю, что в Ворошиловском районе Ростова на сегодня самая низкая обеспеченность спортзалами, чуть больше 5%. Показатель, по мнению губернатора, недопустимый. В хутора Садки и Дудкина Красносулинского района придет газ. Сегодня на заседание областного правительства постановили подготовить проекты планировки и межевания межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Садки к этим двум населенным пунктам. В границах Садковского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области предлагается подготовить проект планировки и проект межевания территорий. Проект распоряжения прошел все необходимые согласования. Выделение дополнительных средств не потребуется. Провести работу по подготовке этих проектов планируется до 1 апреля этого года. Надпись «Работа», «Высокая зарплата» и «Номер телефона на стене дома или гаража» – предложение совсем не для желающих найти место в офисе или на заводе. Так предлагают наркотики и завод в наркокурьеры. Вредоносных объявлений на улицах настолько много, что портить их активисты не успевают и призывают присоединяться к ним всех неравнодушных. Сзади надпись с предложением работы по трафаретам или закладчикам. А вот здесь, прямо рядом с этой надписью, здесь лежит шприц, которым человек употребил. Вооружились баллончиками с черной краской и пошли по следам наркоторговцев. Активисты стартовали с улицы Международной. Работают аккуратно. Даже благое дело может закончиться разбирательством для самих волонтеров. Много краски лить на стены и гаражи нельзя. Могут обвинить в вандализме. Наша задача убрать несколько цифр, чтобы подростки не смогли это все прочитать, чтобы не было пятно. Активисты надеются, что дальше на такие пятна обратят внимание управляющей компании и ликвидируют полностью. Такими объявлениями наркоторговцы не только продают наркотики, но и набирают курьеров и закладчиков. Закладки обычно прячут в стволах деревьев. А самое излюбленное место курьеров – ставшие клумбами покрышки. Место в закладке может стать и этот заброшенный масс, потому что грамм наркотика легко уместится в любое углубление. Затем его сфотографируют и отправят покупателю. Обычно много вредоносных надписей возле школ, вузов и студенческих общежитий. Каждый взрослый человек, который хоть сколько-нибудь отвечает за свою жизнь и жизнь вокруг себя, он должен включаться в подобную борьбу, потому что это торговля ядом, это вовлечение, это торговля смертью. И вовлечение в эту торговлю несовершеннолетних. И доступность этой рекламы – это все то, с чем любой сознательный человек просто обязан бороться. Эта акция не разовая. Активисты выходят на улицы каждую неделю и работы всегда хватает. Олеся Слынько, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Задача экипажам вертолетов – уничтожить дальние цели. Учебно-тренировочные полеты с боевыми стрельбами провели вертолетчики Южного военного округа в Ставропольском крае. Летающие объекты и бронетехника условного противника на расстоянии до трех километров. В бой вступают 15 ударных вертолетов – ночные охотники Ми-28Н, аллигаторы К-52 и транспортно-боевые терминаторы. Вражеские машины в воздухе и на земле уничтожают неуправляемыми авиационными ракетами и из пушек. Также экипажи отработали элементы пилотирования – простого и сложного, дневного и ночного. И действия звеньев при заходе на цель на разных высотах. Точность выше прошлогодней. Такие результаты показали снайперы ЮВО в ходе подготовки к конкурсу «Снайперский рубеж армейских игр «Армия-2019». Во время отбора бойцы отработали прицеливание и выбор целей снайперской винтовки Драгунова с поправками на атмосферное давление, боковой ветер и мороз. Снайперы отработали прохождение полосы препятствий и огневые задачи. Например, холодный выстрел, стрельбу на дистанции 100 метров в мишень стеннисный шарик из неподготовленной винтовки. А также стрельбу по освобождению заложника с 200 метров и на 500 метров по грудной мишени. Смотрите дальше в выпуске. «Снайперский клуб области» готовится к матчам. Гибель группы Дятлова продолжат расследовать, а у ростовского режиссера уже есть своя документальная версия трагедии. «Ы» – это как будто ударили в живот. А как еще объяснить иностранцу произношение этой буквы? Но буквы – это еще мелочи. Если умножить одно слово на три рода, шесть падежей, да во множественном числе, совсем нелегким видится русский язык иностранным студентам, которые перед поступлением в зонские вузы учатся на подготовительном факультете. «Нет, нет, не икатки. Вот это. Да. У-у-у-у, а не знаю. «Ты» – 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 «Ты». Но такое мучительное произношение – не самое сложное в русском языке. Еще более трудным иностранцы называют умение правильно расставить слова в предложении или совершенно непереводимые на иностранные фразы «руки не доходят посмотреть». С солью переборщила. И, конечно, русская классика «да нет, наверное». Что по науке значит неуверенное отрицание с оттенком возможности положительного решения. Дальше на ошарашенного иностранца наваливаются наши запятые, решающие «казнить или помиловать». Частица «бы», которая выражает просьбу, предложение, предположение, мечтательность, необходимость и условия. А как понять, почему стакан на столе стоит, вилка лежит, а сапог на ноге вообще сидит? Трудно, но красиво. Мне трудно, длинные слова. Моя профессия – это инженер, инженер-специалист по авиастроению. По авиастроению – это так. Нравится мне слово, когда русские люди поминают слова. Например, девушка, девочка, стакан, стаканчик, кальян, кальянчик и так далее. Эти студенты учат русский язык всего четыре месяца. И, как говорят, склоняют и спрягают слова практически без ошибок. У популярности нашего языка среди иностранцев масса причин. Желание читать Толстого и Пушкина в оригинале, смотреть театральные постановки, работать с нашей страной, да и просто развиваться. Занимаются со студентами преподаватели русского языка, как иностранного, сокращенно РКИ. Причем им знать все языки мира не обязательно. Методички составлены на русском. Преподаватель РКИ должен постоянно следить за своей речью. Я имею в виду контроль речи. Ты не можешь использовать грамматические конструкции, лексику, которую они не изучили, не знают. Кстати, учатся не только студенты. Заодно и сами преподаватели знакомятся с другими культурами и религиями. Евгения Слинкина, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. По две тренировки в день проводят футбольный Ростов на заключительном тренировочном сборе в Испании. Утром команда занимается в тренажерном зале, по соседству, кстати, с московским локомотивом. А после обеда уже на поле отрабатываются тактика и контроль мяча, и набирается физическая форма. На заключительном в зимнюю паузу сборе наши футболисты сыграют четыре контрольных матча с шведским Эстерсундом, норвежскими клубами Валеринга и Лилестрем, а также латвийским Венспилсом. Первая встреча 8 февраля, 4-е, 18-го. Студенческий хоккейный клуб в Ростовской области один. ХК ДГТУ готовится к очередному пятому туру первенства студенческой хоккейной лиги. На выходных студенты сразятся в Новомосковске с командами Смоленска, Ульяновска и Тульской области. Хоккейный клуб ДГТУ довольно молод. Нашему студенческому клубу два года. Поэтому команда звезд с неба не хватает, но уже успела зарекомендовать себя как цепкий и неуступчивый соперник. Практически единственная команда в первенстве, где играют только студенты. То есть у нас нет легионеров. Значит, все студенты ДГТУ, по-моему, двое или трое, тоже студенты Ростовского вуза. Значит, также есть представители колледжа ДГТУ. Наша команда пока играет во втором по значимости дивизионе студенческой хоккейной лиги «Открытое первенство». В регионе центра, где выступают наши ребята, семь команд. В прошлом туре ростовчане выступили неудачно, потерпев три поражения. Шанс набрать очки и подняться в турнирной таблице дает тур в Новомосковске. Все команды сильные, значит, но основные конкуренции, значит, это Смоленск очень сильная команда авиационного института, плюс хозяева Новомосковск. Ну, также и у Леновск нельзя сбрасывать точаток. Хоккеисты готовы бороться. Предпоследнее место в регулярке их явно не устраивает. Мы стараемся, у нас получается самая почти молодая команда студентов, и мы стараемся не уступать силовой борьбе и так идти. Но так, думаю, положительный результат. Пятый тур первенства студенческой хоккейной лиги пройдет 9 и 10 февраля в Новомосковске. А уже 12 февраля в программе «Спорт на Дону» команда подведет итоги матчей и поделится своими впечатлениями. Роман Саганов, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Испытания секретного оружия, нападения беглых заключенных, редкие природные аномалии и даже атака инопланетян. Генпрокуратура вновь берется за расследование дела о гибели группы туристов-студентов под руководством Игоря Дятлова. А ростовский режиссер уже прошел по тому загадочному маршруту и снял 4 фильма о причинах трагедии. Конверты с фотографиями, эскизы и зарисовки с места происшествия, акты судебной экспертизы и многие другие документы. Теперь я точно уверен, что к томам уголовного дела можно добавить еще том – свидетельств, следственных экспериментов, собранных за последние годы исследовательским цехом. Эдуард Онищенко сначала прочитал книгу, затем посмотрел фильм о тайнах перевала Дятлова, заинтересовался и решил разобраться сам. Объединившись с мастером спорта по туризму Евгением Буяновым, отправились на Северный Урал и пошли по тому загадочному маршруту. Участники киноэкспедиции даже добились выдачи настоящего уголовного дела. Так как мы не извращали события, то есть мы объяснили, что это есть не что иное, как только природное явление, то есть ошибка, по сути ошибка группы, которая усугублялась дальше и дальше. Трилогия Онищенко «Неоконченный маршрут» была признана лучшим российским фильмом 17-го кинофестиваля «Вертикаль» в 2014 году. Здесь подробно рассмотрены версии гибели группы туристов и сделан свой вывод. Причина трагедии – снежная доска. Для такой лавины достаточно крутизны склона 20-22 градуса, а там как раз было около 20. Толщина снега была не меньше метра с верхним уплотнением, хотя лавины сходят и при меньших накоплениях. В основании этого снежной толщи находились горизонты разрыхления, которые, именно они, и нарушение этих горизонтов, фактически, которые сделали сами ребята, участники этой экспедиции, они ставили свою палатку, они нарушили целостность снежных горизонтов. Снежная доска – это пласт мелкозернистого или метельевого снега, очень плотного. Он сдавил палатку, часть туристов получили травмы и стали вылезать, разрезав ее изнутри. Группа отступила от палатки на 15-20 метров. Здесь стали приводить раненых в чувства. Два человека отчаянно пытались добраться до вещей в придавленной снегом палатке. В конце концов, все туристы, оставшиеся без вещей и палатки, замерзли. Четвертый фильм, итоговый, стал бронзовым призером 11-го кинофестиваля «Золотой глобус-2017». Здесь показан весь маршрут студентов Уральского политехнического института. Но расследование гибели дятлосов продолжается. В марте 2019-го на перевал отправятся сотрудники прокуратуры Свердловской области и специалисты МЧС. Галина Белоусова, Евгения Слинкина, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Детские слезы Вовы Высоцкого о погибшем в огне любимом деревянном коне. Привередливые пони комедийного актера. Бардовская песня, как руководство к жизни рок-музыканта. Никита Высоцкий, Гоша Куценко, Александр Эвскляр и Ирина Апексимова дали в Ростове концерт памяти. Памяти отца, поэта, актера, кумира и наставника. Четыре тысячи бумажных квадратиков в шесть лет складывали в портрет Высоцкого воспитанники Ростовской спецшколы-интерната для слабовидящих. Готовили подарок ко дню рождения. Такой хрупкий, монументальный одновременно портрет навеял сыну поэта Бабушкин рассказ о баце, еще маленьком мальчике. У него была единственная любимая игрушка, когда он был совсем маленьким, какой-то конь, деревянный конь. И они уехали в эвакуацию, а когда вернулись, коня не было, его сожгли, потому что грелись в буржунах. Он страшно переживал. Детскую трату восполнял уже взрослыми эмоциями. Подарки детям выбирал тщательно и всегда угадывал мечты. И дарил нестандартно. Так однажды сыновья решили скопить деньги на магнитофон. День рождения, который всегда отмечали в один день, подговорили гостей. Дарите рубли. Намекнуть о подарке отцу было поручено младшему брату, Никите. И снимает шапку, и надевает Аркадию на голову, говорит, вот я тебе дарю шапку. И он так на меня, Аркаша, смотрит так, брат мой старший, говорит, как же ты что не сказал, как бы без денег, мы так рассчитывали, что вот его взнос. И он говорит, ладно, снимай. И Аркадий так снимает, и он достает очень большую, я скажу, какую сумму по детским временам невероятную. Хватило даже на новую стереоприставку. С майка сразу зазвучали Битл, Смоки, Пинг-Флойд, а на русском братья Высоцкие слушали только отца. Гоша Куценко рассказывает с гордостью. Учился у педагогов Высоцкого, Ивана Тарханова и Ольги Фрид. И последняя нашла у него нечто общее с будущим Жегловым. Рассказывал мне, что говорил, что, кстати, Высоцкий тоже картавил на первых курсах. Вот, так что я гордился тем, что я тоже картавил. Она меня лечила по такой же, в моей букве, схеме, как и Владимира Семеновича. Песни Высоцкого, как молитвы, Гоша знал наизусть с детства. Родители собрали редчайшую коллекцию записей. 17 лет назад Никита предложил ему спеть что-нибудь в звездном городке. Шутник Куценко неожиданно выбрал драматическую «Кони привередливые». И перед космонавтами, державшими в руках кассеты Высоцкого, побывавшие в космосе, растерялся. Я начинаю забывать текст. Я ловлю так строчки с закрытыми глазами, но они уже убегают. И дохожу до припева, думаю, припев-то я спою. Фух, а там уже сгину я, думаю, я помню второй куплет. Я начинаю петь припев, чуть помедленнее и чуть не спел «Пони». Потом понял, что это было мое второе рождение. И я думаю, если бы... В общем, я на этих «Пони» ездил до сих пор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я так же против выстрелов глубок. Я не люблю себя, когда я дружу. Я за мной мне, когда без смыслов пью. Я не люблю, когда мне везут в душу. Тем более, когда в нее плюют. И в этой мужской компании уютнее, чем в женской, чувствует себя Ирина Апексимова, нынешний директор родного для Высоцкого театра на Таганке. А беда на вечный срок задержалась. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все еще больше новостей на сайте Дон-24.ру. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова